Всем привет! Я вырвалась из плена, иду сейчас за ребенком забирать его из школы и по пути обхожу все аптеки. Ой, какая дверь красивая! С Парижа сегодня солнышко, прекрасная погода, тепло. Вот, и настроение улучшается, когда я выхожу на улицу. Вот. На улице просто так не выйдешь без бумажки. Нужно самому себе писать документ, который называется аттестасиом. Вот. Это можно сделать единожды распечатав, так все переходят на краску. Единожды распечатав документы, просто подписывая туда дату и цель выхода на улицу. Или можно это делать каждый раз, забивая приложение на телефоне. Вот и все. Нужно указывать цель и время, то есть дольше, чем на час. О, господи, мох продают. Я раньше думала, зачем этот мох? А тут я вдруг стала любительницей орхидей. Вынуждена. Вот. Такая красота. О, какие красивые орхидейки. Прорезайду, покажу. Боже мой, какая красота. Вот эти белые. Все. Я вообще не собиралась сюда заходить, просто... Просто не смогла мимо пройти. Вот такая вот красота у нас тут подается. Цены. Вот эта орхидея стоит 75 евро. Это, видимо, какие-то дорогие сорта. Вот та на заднем плане. 35. По 35. Вот эти по 30. Вот это какая крупная. 45. Ой, какие крупные цветы. Вот такая красота. Мне больше всех нравится быть по той же цвету, как у меня белый. А вот это... Шинчики какие-то, или не знаю, как они называются. Они по форме отличаются. У меня прелесть. Прелесть. Вот. Так что... Пойду с таким здесь надо идти. Сейчас люди пройдут. И время хризантем. И вообще замечательно. Так, я обхожу... Иду за ребенком и обхожу. Захожу во все аптеки. Вот зашла в три аптеки. Муж попросил купить ему вакцину для гриппа. В Париже, к сожалению, пропали. Пропали совершенно эти вакцины. Их нет. Вот в трех аптеках не оказалось. По пути еще две. Ну, я не очень оптимистичный настроен. Я умею не всего. Вряд ли. Ой. Вот что значит, надо почаще из дома выходить. Уже украсили к Рождеству. Препоставили елки с гирляндами. А сегодня только 3 ноября. Уже украсили здание. Создают рождественскую атмосферу. Ну, не знаю. О каком Рождестве пока речи быть не может. Потому что много других забот. Так, вот тут еще витрины симпатичные. Очень мне нравится такой вот пашистенький свитерок. Мягенький, тепленький. Сколько он стоит? Фирма Король. 90 евро. Вот. Я, конечно же... А, магазины закрыты, да. Одежные магазины все у нас закрыты. Открыты только аптеки, булочные и продовольственные магазины. Вот конфеты приравнены к продуктам первой необходимости. Поэтому конфетный магазин открыт. Вот. Это, конечно, счастье прогуляться по свежему воздуху. Надоело сидеть дома. Сил уже нет. За первый карантин прибавились килограммы. Поэтому из опыта, из негативного опыта не хочется повторять ошибок. Я решила вспомнить все-таки, что мне очень нравится веганский, вегетарианский образ жизни. И начать ему следовать, прекратить лопат карасаны и булки, и хлеб, потому что я этим злоупотребляю. Вот. И за 10 лет веганства, не за 10, меньше, конечно, 5-6 лет вегетарианства, так сказала. Потому что веганить получается только пару месяцев в году, когда лето, когда фрукты или где-нибудь мы на отдыхе. Вот. Стою около аптеки. Сейчас зайду очередной. Вот. И все-таки решила вспомнить об этом и перейти на овощи. И, в принципе, результаты сразу стали заметны. Минус 2-3 килограмма это уже дышится легче. Так, я пока отключаюсь, потому что я захожу в аптеку. Ну, вот, собственно, как я и ожидала. И в 4-й аптеке у меня оказалась вакцина от гриппа. Вот на этой площади обычно все заставлено стульчиками. и народ сидит в кафешке. Раньше это не мешало им сидеть и в ноябре, и в декабре. Но рестораны и бары тоже закрыты в Париже. К огромному сожалению. Ну, людей, кстати, я не заметила, что сильно меньше. Как ходили-бродили, так и ходят. У нас тут такой район довольно спокойный, пациентский, респектабельный. И вот все шастают. Пару раз я замечала полицию, но здесь ей просто делать нечего. У них есть работа в других местах. вот, сейчас я иду еще для очистки совести еще пару аптек, которые мне попадутся. Но я почти уверена, что это бесполезно. Так, мне нужно еще зайти в продуктовый, кое-что купить на ужин, и не забыть забрать ребенка. вот такие сегодня планы. А еще есть планов, еще есть планов продолжить заниматься французским. Я, конечно, занимаюсь дома по разным приложениям, по разным видео из YouTube, разных учителей, видеоблогеров. немножечко, я думаю, что это имело свои результаты, продвижки небольшие есть, я стала лучше понимать речь. То есть, когда мне раньше звонили курьеры или обращались ко мне в магазине французы, я просто говорила, что я не понимаю, извините. Вот. То сейчас я понимаю и пытаюсь уже отвечать. Я уже конкретно все понимаю, это меня, конечно, радует. Лексика у меня тоже расширилась, потому что слова я тренирую каждый день по несколькому, ну, примерно час я уделяю в день занятиям. Как вспомню, как открою приложение, так включаю. Так, где еще аптека? Не там было. Вот. Но я планирую продолжить заниматься с учителем онлайн. потому что оффлайн в реале этого сейчас делать невозможно. Вот же ух. Так, вон еще какая-то аптека, но это тоже дохлый номер. Товарищ бездомный там сидит. Очень много бездомных на улице. Очень много. К огромному сожалению. но я бы сказала, что это не сильно увеличилось количеством. Когда мы приехали полтора года назад, было не меньше. Даже больше. Просто они куда-то все ушли. Ладно, пойду еще в одну аптеку. То руки не заставишь мыть, то вот такая штука. Денис, много тоже вредно. Так, подожди. Да, очень приятно. Видишь, такой автомат, он с тобой разговаривает, еще и парфюмированный гель для рук. Пойдем, сынок. мы все купили на ужин. Так, товарищи играют в шахматы. Вот, ну, идем скорее. Раньше эта улочка была очень оживленная. Ну, хотя, можно сказать, и сейчас она тоже оживленная. Но раньше было, конечно, все веселее. Вот. Ой, здесь тортики. Подожди. Низ, ты видишь, у меня руки заняты? Почему ты не можешь открыть? Тебе скоро 10 лет. Почему-то ты не умеешь открывать бутылки. Учись, сынок, когда-нибудь нужно это делать. Помоги. Потому что ты крутишь не в ту сторону. Ты даже не пытаешься. Ну, открыл же, открыл. Все, молодец. Хоть в резюме вписывай это у меня. Гадость? Нет, ну это знаешь как, это какой-то холодный, остывший чай. Попробуй. Нет, я такой дрянь не пью. Спасибо. Тебе лишь бы выпросить, а потом сказать, что это гадость. Да? Ты сама выбрала. Нет. Просто тут красителя поменьше. Вот. Ости холодный, зеленый чай с каким-то вкусом. Ну, мы его посоветили. Так. А, в эту нашу аптеку давай зайдем. Пятую. Иди сюда. А чем? Ну, а вдруг завезли в Аксину? Папе. О, полиция. А, это мэрия? Иди сюда. Да, это полиция ездит. Сейчас всех проверять будет. Надень маску и иди вперед. О, занесло же полицию первый раз в наш район. Сейчас я в аптеку быстренько зайду и все. Направо, отрвот. Сюда. Он траверс. Иди сюда. О, еще одна полиция. Господи. Никогда столько не видела сроду. Так, здесь вот у них есть тесты сирологические. Ну, в смысле, тесты на ковид. 15 евро стоит. Маска тролиона. Сейчас я выключу. В аптеке вообще это, конечно, это кладезь всяких косметических средств. А вот. Бонжор. Ну да. Посмотри на лапку. На, держи. Нет, ты вообще выйди на улицу. Выйди, выйди. Ну, и напоследок сниму видео про свои орхидеи. Я их уже третий раз пересадила. Четыре вот эти вот чувствуют себя неплохо. Мне пришлось их пересадить, столить с гнижей корни. И я раньше не знала, первоначально я их сажала в большие горшки. Вот. Слишком большого объема, а так корней нет. Они там на поверхности болтались. Пока это ерунда. была. Поэтому. Поэтому сейчас я их пересадила в горшочки поменьше. Вот эти четыре нормально. Шанс, что они выживут, есть. Вот даже вот в этой, по-моему, я заметила какой-то из этих. Кажется, да, будет маленький, маленький намек на листик внутри. Вот. А две остальные у меня находятся на реанимации. Они вообще без корней и стоят в водичке листиками вниз. Здесь, конечно, я сюда приношу днем на свет, а вечером уношу к стене туда под фитолампу. Доснимаю я уже видео до конца о том, как поживают орхидейки на реанимации. Вот с этой все очень плохо. Она была вся гнилая и я ее уже отрезала по самое... Вот остался один листик. Остался... Отрезала по самое-самое... Даже не знаю, как это назвать, поприличнее. И все равно вот какие-то здесь черные пятнышки и гниль это проступает. Я ее уже смазывала и зеленкой, и перекисью. Видимо, вот этот припасти это растение спасти не получится. Вот это мне тоже не очень нравится, но оно... Листики очень в хорошем состоянии. Ничего с ним не происходит, но он не растет. Здесь тоже все смазывала перекисью, все шипело. Внутри мне не очень нравится, как это все выглядит. Но пока что я наблюдаю периодически раз в 4 дня, 3-4 дня меняю водичку. очень надеюсь, что корешки какие-нибудь даст хотя бы из этого растения. А вот с этим... Ну, листик хороший, но вот черненькое вот это развивается, и я думаю, что вряд ли что-то из него получится. Вот, поэтому продолжаем наблюдать. вот со всеми... с четырьмя растениями все нормально. А вот эти два на реанимации. Вот, на ужин у детей сегодня роллы, а мужу приготовлю рыбку. А себе ничего, потому что я уже съела салат из капусты, и на этом все. Раз пошел процесс похудения, буду его поддерживать. Вот, а дети у меня очень любят роллы, прям с удовольствием где-то, так что у всех спецменю. Все, всем пока, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова